Ушибы, травмы, переломы. Жители городского округа все чаще обращаются за помощью к врачам. За последние несколько дней зарегистрировано более пяти случаев. Всему виной гололед. Кто ответит за несвоевременную уборку льда? На данный вопрос отвечает начальник отдела по исполнению административного законодательства администрации ЗАТО Фокина Елена Панчук. 13 декабря прошел у нас рейд по городскому округу на предмет выявления нарушений правил благоустройства 44 закона Приморского края. Все мы знаем, что у нас прошли осадки и снег, и дождь. Все это замерзло. 13 декабря это были уже третьи сутки после окончания осадков. Административная комиссия работала по всему городскому округу, как в поселке Дунай, так и в городе Фокина. Возбуждено 37 административных дел. Дела в основном в отношении юридических и должностных лиц. Хочу сказать, что под ответственность у нас попадают все управляющие компании. ТСЖ, также предприниматели, это у нас и магазины, также у нас спутник отличился в этом году, как никогда, ну и городская компания сервиса. На сегодняшний день граждане могут видеть, что до сих пор у нас не почищено, либо почищено, как попало. Единственное, нет нареканий по ООО «Гарпия» в поселок Дунай. Это единственная компания, которая своевременно почистила всю территорию своих многоквартирных домов. Очень печально. Хочу добавить, что в отношении управляющих компаний все материалы дела будут направлены в краевую жилищную инспекцию, так как штраф административной комиссии на них никаким образом не действует. Ну, как то торговые центры у нас «Меридиан», «Универмаг», «Дипломат», «Фрэш», «Рынок». Достаточно большое скопление там людей и фактически, говорю, мы ходили, ходили, фактически падали. Вот. Ну, по результатам комиссии я прокомментирую объем штрафов немного позже. Ранее, в четверг у нас тоже проходила административная комиссия, где у нас по самому первому снегу принимались меры административного воздействия. Там рассмотрено примерно около 10 материалов, штрафов вынесено более чем на 100 тысяч в сумму. Тогда предупреждали, что это первый снег, да, этой зимой. То есть обходились как на должностных лиц, штрафы небольшие. Вот. Ну, а теперь уже меры будут очень жесткие. И декабрь у нас еще обещает снега. Хотелось бы обратиться к руководителям управляющих компаний, к руководителю городской компании и сервиса. Пожалуйста, своевременно принимайте меры к устранению наледи. В соответствии с правилами благоустройства наледь устраняется незамедлительно. Снег у нас убирается по истечению 48 часов по окончанию снегопада. Ну, если у кого-то какие-то есть вопросы, могут звонить в 47-й кабинет. Фамилия моя, Панчук зовут Елена Владимировна. Я прокомментирую как бы все вопросы. Телефон 24-5-26. Также хочется сказать большое спасибо гражданам города, которые по WhatsApp направляют мне фотографии по нарушениям, которые у нас где-то выявлены по городу. С их помощью у меня получается больше сделать полезной работы. Большое спасибо гражданам.